Здравствуйте, мои дорогие! Утреннее солнце так красиво озарило меня и потом так быстренько спряталось за ту большую-большую облачность. Я слушаю книгу автора Стендаль. Это уже октябрь, середина октября. Книга «Красная и черная». Он заметил, что все они относились к нему почтительно, а сапожник, записывая его имя в свою книгу, вывел господин Жюльен де Сорель. На кладбище Перла Шес, какой-то в высшей степени обязательный и весьма либерально выражавшийся господин, вызвался показать ему могилу маршала Нея, которого мудрая политика отказала почтить эпитафией. Но расставшись с этим либералом, который со слезами на глазах чуть не задушил его в своих объятиях, Жюльен обнаружил, что остался без часов. Обогащенный этим опытом, он через два дня в полдень предстал перед Аббатом Пераром. Тот долго осматривал его. «Вы чего доброго еще сделаетесь, Фатом?» — сурово вымолвил Аббат. Жюльен выглядел очень молодо и производил впечатление юноши, которые носят глубокий траур. Он и впрямь был очень мил, но добрый Аббат был сам слишком большой провинциал и не мог заметить, что у Жюльена еще осталась привычка вертеть на ходу плечами, что в провинции считается весьма элегантным и внушительным. На Маркиза, когда он увидел Жюльена, его элегантность произвела совсем иное впечатление, нежели на доброго Аббата. «Вы бы не стали возражать против того, чтобы господин Сорель брал уроки танцев?» — спросил он Аббата. Аббат остолбенел. «Нет», — вымолвил он наконец, — «Жюльен не священник». Маркиз, шагая через ступеньку по узенькой потайной лестнице, сам повел нашего героя в хорошенькую мансарду, окно которой выходило в громадный сад при особняке. «Он спросил Жюльена, сколько сорочек он взял у белошвейки». «Две», — робко отвечал Жюльен, смущенный тем, что столь важный сановник изволит входить в такие подробности. «Превосходно!» — с серьезным видом сказал Маркиз отрывистым повелительным тоном, который заставил призадуматься нашего героя. «Превосходно! Так возьмите еще двадцать две. Вот ваши жалования за первую четверть года». Спускаясь из мансарды, Маркиз окликнул какого-то пожилого человека. «Арсен», — сказал он ему, — «вы будете прислуживать господину Сорелю». Через несколько минут Жюльен очутился один в великолепной библиотеке. «Какое блаженство! Чтобы кто-нибудь не застал его в таком волнении, он забрался в самый темный угол и оттуда с восхищением оглядывал блестящие корешки книг. «Все это я смогу прочесть», — говорил он себе. «Но как же мне, может, здесь не понравиться? Господин Дориналь уж, наверное, считал бы себя навеки обесчищенным, если бы сделал для меня сотую долю того, что сделал Маркиз де Ламоль. А теперь посмотрим, что я тут должен переписать». Покончив с работой, Жюльен осмелился приблизиться к книгам. Он совсем одурел от радости, увидев полное собрание сочинений Вольтера. Он побежал к дверям библиотеки и распахнул их, чтобы его не могли застать врасплох. После этого он позволил себе насладиться волю, раскрывая один за другим все восемьдесят домов. Они были в великолепных переплетах. Это был истинный шедевр лучшего лондонского мастера. Да вовсе и не требовалось всего этого великолепия, чтобы привести Жюльена в неописуемый восторг. «Час спустя вошел Маркиз, взглянул на бумагу». В следующем ролике я немножко ускорю книгу. Я думаю, что-то сильно намедленное идет. Как бы счастья, удачи, любви и успехов. Встретимся в следующих роликах. Пока-пока.